В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике будет отремонтировано более 70 километров дорог. Один из участков – Мринско-Пасадском районе, около села Октябрьское. Качество сделанной работы проверил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. За месяц этот километровый участок расширили до нормативов и заново уложили дорожное полотно. Здесь, значит, мы в этом году отработали на первом километре дороги. Значит, несколько типов по проекту, несколько типов конструкций предусмотрено по проекту. Ширина проезжей части будет 7-метровая, плюс по 0,5 метров ширины обочины будут. И, значит, фрезерование, значит, уширение и укладка двух слоев асфальт-бетона. Всего же подрядчику необходимо капитально отремонтировать 10 километров трассы между селом Октябрьское и Козловкой. Изначальное финансирование объекта разделили на три года. Но в результате проведения аукционов заказчик Минтранс сэкономил 60 миллионов рублей. Эти средства тоже уйдут на этот объект. Отремонтируют еще два километра. Мы находимся сейчас, где первый километр закончили ремонт. Вот он, первый километр. До конца года планируется отремонтировать еще два километра. До конца года. И до 2022 года еще семь километров остается. Мы сейчас вот на этой границе находимся. Олег Николаев поинтересовался, есть ли возможность завершить ремонт пораньше. Не в 2022 году. На следующий год, если мы с финансами решим, он может уже закончить весь участок. То есть не дожидаясь до 2022 года. Да. Десять километров заканчивается неподалеку от деревни Оксарина. А дальше грунтовая дорога. Ремонт вообще не производился. Потому что вот каждый год, год за год, значит, обещают. Но они обещали. Вот. Хотел бы, значит, действительно в этом году, если в силу действительно наша республика, нам помогли. Мы сейчас только что про эту дорогу говорили. Задача как раз в ближайшее время это все поставить в план реализации. Вот первые это проекты, а потом уже в этап мы будем делать. В республике между районами шесть таких дорожных разрывов. Один из самых больших между Порецким и Бресинским районами. Их нужно приводить в порядок, чтобы сократить время в пути и сделать доступной медицинскую помощь. В республике создаются межрайонные медцентры. И они будут обслуживать население нескольких муниципалитетов. Профильные ведомства готовят проектно-сметную документацию. В течение пяти лет такие грунтовые дороги будут заасфальтированы. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова